Наука и инновации в программе «Футуриз». Европейские ученые полагают, что японский сценарий не так уж и маловероятен. Наиболее опасным считается участок турецкого побережья в Восточном Средиземноморье. Турецкий геофизик Ахмед Елчинер думает, что риск возникновения цунами как следствие землетрясения весьма серьезен. Он координатор научно-исследовательского проекта Евросоюза, цель которого – понять механизм образования мощной приливной волны. Турецкий город Фетхие находится недалеко от разлома, который идет вдоль так называемой Эллинской дуги. Эллинская дуга находится в зоне субдукции между африканской и егейской тектоническими плитами. Мы выяснили, что геологическое строение Эллинской дуги и зонтской дуги, находящейся недалеко от Суматры, схожи. Именно сдвиг последний привел к землетрясению 2004 года и последующему цунами. Мы не можем пройти мимо таких совпадений. Вот как может выглядеть цунами, которое вызвано мощным подводным землетрясением недалеко от Фетхе. Иллюстрации, которые выполнены компьютером, помогают ученым более чем 30 коллективов и лабораторий понять этот природный феномен. Проект координируют в Италии, в Болоне. В числе тех, кто занимается этой работой, профессор Стефано Тинти, геофизик из старинного Болонского университета. Результатом работы Стефано Тинти и его сотрудников должно стать создание системы раннего оповещения в случае возникновения цунами. В идеале сигнал тревоги будет дан за 20 минут до того, как приливная волна достигнет густонаселенного побережья. Цунами возникали в бассейне Средиземного моря в прошлом, и они могут произойти в будущем. На сегодняшний день никакой систематической защиты населения в этом регионе не существует. Выход — создать общерегиональную систему оповещения по образцу той, что уже есть на Тихом океане, и той, что строят в Индийском океане. Для того, чтобы усилия специалистов увенчались бы успехом, требуется создание новых алгоритмов, построение математических моделей и создание компьютерных программ. Нужно обучить и население грамотно вести себя в случае возможного бедствия. Мы должны разработать несколько подробных сценариев. Построенные нами теоретические модели должны нам помочь понять важнейшие характеристики такого природного феномена, как цунами. Нам следует точнее рассчитать силу приливной волны, чтобы предсказать, смогут ли выдержать её напор здания, построенные на берегу. Мы должны уметь предсказать маршрут эвакуации и те участки суши, что могут быть затоплены. Но реализовать такие планы можно, лишь объединив общие усилия. Международное сотрудничество – это ключевой фактор. Ахмед Елчинер, многолетний сотрудник профессора Тинти, посещает одну из сейсмологических станций, которая ведёт мониторинг Фетхи и близлежащего региона. Здесь находятся точнейшие оборудования, сейсмические датчики, которые реагируют на малейшие колебания земной коры. Фетхи находится в зоне повышенной сейсмоактивности. Его местоположение имело значение при выборе штаб-квартиры проекта «Трансфер». Мы применяем имеющиеся у нас математические модели для понимания того, какое влияние могут оказать цунами. Нам требуется понимать в деталях, что происходит в случае возникновения цунами, если и когда они произойдут у побережья Фетхи и близлежащего Родоса. Кроме того, мы должны понимать, насколько хрупкими могут оказаться здания, выстроенные на самом побережье. Мы собираемся выяснить, как в этом случае будут действовать законы гидродинамики. Данные, полученные от сейсмических станций Фетхи, отправляются прямиком в Стамбул. Большой шумный город, расположенный на берегах Босфорского пролива, называют мостом, соединяющим Европу и Азию. Стамбул также расположен в сейсмоактивной зоне. Сотрудник обсерватории Канделии Мустафа Эрдик и его коллеги получают данные из Фетхи в рамках другого европейского проекта – Сейфер. Сейфер, как предполагается, может в будущем стать частью системы раннего оповещения о цунами. Главная цель проекта Сейфер – использование последних достижений в сейсмологии. Нам требуется создать новые стандарты и новую методологию, которые, в свою очередь, позволят нам выработать нормы действия, применимые европейскими государственными и общественными учреждениями. Но большинство экспертов, в том числе и Мустафа Эрдик, говорят, что, несмотря на использование сложнейшей аппаратуры, предсказать с хронологической точностью возникновение землетрясения невозможно. В науке только предстоит пройти очень длинный путь. В течение миллиарда лет на Земле происходили землетрясения различной степени и силы. Но срок наблюдения за ними насчитывает всего лишь сотню лет, а мы хотим научиться предсказывать то, что только произойдет. Это слишком короткий срок, и он почти не позволяет сделать сколько-нибудь основательный прогноз. Информирование населения остается важнейшим фактором по предотвращению катастрофических последствий стихийного бедствия. Цунами в Юго-Восточной Азии и трагедия, случившаяся в Японии – доказательство правоты слов специалистов. Есть пример острова Пулау-Симиюль в Индонезии. В 2004 году эпицентр землетрясения находился всего в 50 километрах от этого острова, на котором проживали 80 тысяч человек. Тогда погибли 8 жителей. Почему? Потому что в 907 году они уже видели цунами и знали, что может последовать за землетрясением. Это знание во многом сохранило человеческие жизни. Ученые говорят даже не о минутах, а о секундах, которые порой в подобных обстоятельствах могут оказаться решающими. Даже если эти прекрасные пейзажи и не предвещают бедствия, пока не предвещают.